Добрый день, уважаемые жители поселка Коктебель. Сегодня мы с вами проводим публичное слушание по проекту Генерального плана муниципального образования городской округ Феодосии Республики Крым. Я представлю, кто находится в президиуме, Гузов Иван Олегович. Это генеральный подрядчик по разработке проекта и генерального плана. Представитель разработчика Судариков Николай Владимирович. Рядом с Иваном Олеговичем находится глава администрации Коктебелин Валентина Владимировна Парахаренко. И Мазалова Виктория Ивановна, это у нас секретарь публичных слушаний. Ну и слева от меня Сергей Викторович Фомич, глава администрации города и региона нашего. Первый заместитель Заикин Игорь Валерьевич и счетная палата Кравченко Анна Валерьевна и главный архитектор города, заместитель главы администрации Поляков Сергей Александрович. Публичные слушания мы будем проводить с вами согласно регламента. Позвольте мне озвучить его. Публичные слушания начинаются в 16.30 и завершаются не позднее 17 часов. Правильная реакция. Значит, ну, не смешно, но публичные слушания мы проводим максимум 2 часа. Поэтому давайте в 15.30 мы начинаем и в 17.30 завершаем. 2 часа, прошу. Значит, давайте говорить будем по одному. Публичные слушания начинаются и завершаются не позднее 17.30. Вступительное слово председателя, обращение к участникам публичных слушаний, информация о регламенте проведения слушаний до 5 минут. Время выступления основного докладчика не более 15 минут. Время выступления со-докладчиков, авторов предложений, замечаний по правам и проекту 5 минут на одного участника. Время выступления в премии до 3 минут на одного участника. Если будут у нас юридические лица, то юридическому лицу до 5 минут. Каждый участник публичных слушаний имеет право на одно выступление в премии. Поэтому я прошу формировать свои замечания и предложения лаконично. Ответы на вопросы участников публичных слушаний не более 3 минут на каждого участника. Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных замечаний и предложений от граждан не более 10 минут наличия письменных обращений. Обращений у нас много, поэтому 10 минутами мы не ограничимся. Я думаю, мы предоставим слово секретарю публичных слушаний. Она озвучит все эти замечания, на которые у нас уже есть разработчики, дали ответы. И затем, если будут такие замечания, на которые не получены ответы, мы дополнительно их тогда протоколируем и заносим под протокол. Выступление с секретаря публичных слушаний для уточнения предложения и рекомендаций. Мы уже об этом говорили. Незаслуженных на выступлениях. Заключительное выступление не более 10 минут. Подведение итогов публичных слушаний до 5 минут. Второе. Права и обязанности председателя публичных слушаний. Открывает и закрывает публичные слушания. Информирует о регрантном планете публичных слушаний. Ведет публичные слушания. Дает рекомендации. Предоставляет слово. Праве призвать выступающих высказываться по существу обсуждаемого вопроса. Лишает слово за несоответствующее нарушение порядка проведения слушаний. Делает замечания. Осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего эффективного проведения публичных слушаний. Подводит итоги проведенных публичных слушаний. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Третье. Условия проведения публичных слушаний. К участию в мероприятиях не допускаются лица, находящие под воздействием алкоголя, наркотиков или иных средств, поведение которых не соответствует правилам общественного порядка в публичных местах. Во время проведения обсуждения обсуждаемого вопроса присутствующие и выступающие неуправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб честь и достоинству других лиц. Допускать необоснованные обвинения чьи либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию. Также призывать к незаконным действиям, мешать нормальному проведению мероприятий публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований соответствующие лица могут быть удалены с мероприятия. Выступления и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательщик. Участник публичных слушаний заявляет о желании задать вопрос докладчику или выступающим поднятием руки после завершения доклада или выступления. Слово предоставляется в порядке очередности заявок. Во время проведения публичных слушаний может ввестись видео и аудиозапись. Протоколу публичных слушаний предлагаются листы журнала регистрации участников мероприятий и поступившие в период его проведения письменные замечания, предложения и рекомендации. Переходим, наверное, к повестке дня нашего. Я, прежде чем предоставить слово разработчикам, наверное, предоставлю слово главе администрации. Он попросил сделать комментарий и затем мы, наверное, уже предоставим слово разработчикам, докладчику основному. Благодарю. Хочу поприветствовать всех витебельцев, жителей, которые небезразлично относятся к своему поселку, к жизни, к его развитию, постоянно активно участвуют и помогают чему-то, где-то защищают свои права, но в любом случае они помогают сейчас развитию поселка. Генеральный план – это очень важная точка в развитии нашего муниципального образования городской округ. Потому что впервые у нас генеральный план будет с учетом всех сел, поселков и города одним целым. У нас объединяет. Также генеральный план – это хоть не документ, который регламентирует строительство, нахождение какой-либо точки, какого-нибудь дома, но он является отправной точкой для других документов, которые уже будут регламентировать каждое строительство. Еще раз напоминаю, что с 2019 года при отсутствии генерального плана город не сможет выдавать ни разрешения на строительство, не сможет проводить никакие действия, и вы сами себе остановите перестройки своих объектов, либо продолжение строительства. Также хочу отметить важность поселка, его внимание по всем уровням, как власти, так и общественности, которая уже вышла за пределы города, за пределы Республики Крым, и уже к нему припогано внимание всей Российской Федерации. Именно поэтому я считаю, что мнение каждого, слово каждого – это не просто вырвавшийся сегодня свой порыв, это часть нашей истории, часть истории поселка. Большое значение в развитии поселка являются федеральные целевые программы. В данное время уже согласованы неимоверные суммы для развития социальных вопросов. Это суммы не инвесторов частных, которые потом в коммерческие проекты будут из наших с вами карманов забирать и возмещать их. Это суммы федеральных целевых программ, то есть передающихся поселку на безвозвратной, безвозмездной основе на развитие социальных проектов. Вдумайтесь цифру, что сейчас на обездную дорогу, на дорогу Клементьева, на очистные, на детский садик и на набережную порядка 4 миллиардов выделяет Российская Федерация. Для сравнения, собственная часть, доходная часть бюджета муниципального образования Феодосии за 2017 год была 619 миллионов рублей. То есть те программы, которые не сможет сделать частный инвестор. Почему? Потому что они долго окупаются, они долго возвращаются, они социально направленные те, которые передают. Никогда не сможет сделать ни сам город, ни даже республика. Именно сейчас есть переломный момент. То ли мы сможем принять эту помощь государству, сможем взять то финансирование, которое за счет небывалого внимания уделили ему. Причем ни одному поселку в Российской Федерации, я думаю, и не снились такие суммы. Мало какой город может похвастаться такой суммой финансирования. То ли мы все-таки остановим этот весь процесс. И я думаю, что в будущем вряд ли повторный шанс будет у Коктебеля. Более того, хочу сказать, так как это федеральные целевые программы, то есть возможность вести общение с разработчиками, вести общение с проектантами, вести общение со строителями относительно того, чтобы получить возмещение за какие-то нарушенные свои права, либо ограниченные, за поиск дополнительных мест, если это не вкладывается в концепцию развития Коктебеля. Так как задача не получить прибыль, а именно сделать Коктебель благоустроенным, современным, красивым поселком, который сможет принять отдыхающий. Кроме того, во время строительства жизнь не останавливается, так как много строителей на таких масштабных проектах. И по его завершению много внимания также будет уделено поселку. Мы получаем много дополнительных гостей, которые приедут посмотреть на результат тех работ, которые будут проведены. Это означает общее коллективное развитие поселка. Я надеюсь, что у нас нет и не будет таких несознательных граждан, которые за счет каких-то своих сиюминутных интересов, либо и спортивные интересы борьбы будут останавливать развитие всего поселка, и не будут необоснованные какие-то письма писать, заявления, жалобы. Еще раз повторяю, необоснованные. Просто с требованием остановить генплан, остановить ФЦП, остановить развитие. Заявляю сразу, что все письма, это является публичной информацией. Они не содержат персональных данных. Поэтому они будут опубликовываться с моей стороны. Для того, чтобы опубликоваться, если это будут коллективные, в любом случае мы проведем работу уточним. У каждого из заявителей, действительно ли в письме отражается его мнение, что действительно он подписывал это письмо. И эти люди войдут в историю жизни поселка. Так же, как Юнги, который создал этот поселок, который до сих пор помнят и знают. Так же, как Волошин, который много мнения, много сделал для поселка, чтобы заинтересовать сюда людей, чтобы привлечь сюда другие структуры. Мы также знаем и другой обратный пример Герострат, который сжег храм Артемиды в Эфесе и тоже стал прославленным. Поэтому, хочу еще раз отметить, будьте внимательны к своим заявлениям, что это не просто заявление письма, это шаг в историю. И будет ли он именно на созидание, на развитие поселка, либо он будет тем, который остановит его развитие, он все равно будет, он все равно свершится. Эти сведения опубликую и, может быть, кто-нибудь и сделает книгу истории со списком лиц, чтобы наши потомки видели о значении нас в развитии этого поселка. Генплан – это та основа, без которой не может двигаться не только поселок, а и все городское образование, вся Феодосия. Это один общий документ. Поэтому то, что мы сейчас собрались, мы сейчас будем носить предложение. Подрядчик согласился, что все замечания будут отработаны, будут обоснованы, либо отклонены в связи с невозможностями законодательно, но еще раз говорю, обоснованно отписаны, либо они будут приняты и внесены в генплан. Более того, это произойдет оперативно, и вы сможете в Департаменте архитектуры и мощных земельных отношений узнать результат этого рассмотрения. Поэтому приветствую всех, считаю, у нас сегодня и телевидение, и репортеры, и это уже частичка истории. Просьба корректно отзываться по очереди, не перебивая. Ну и благодарю еще раз, передаю слово Петру Дмитриевичу. Спасибо, Сергей Викторович, уже раскрыл генплан, проект нашего генплана. Поэтому я хочу сказать, что по результатам, еще раз подчеркнуть, публичных слушаний будет заключение. Заключение будет в свободном доступе, мы его опубликуем, и, наверное, постараемся, весь материал, который у нас уже поступил, и поступит еще сегодня, значит, отразить нам, и разработчики постараются нам, как уже Сергей Викторович выразился, объективно ответить на все ваши пожелания. Поэтому я предлагаю, представляю слово представителю разработчику Сударькову, Сударькову, Николаю Владимировичу. Пожалуйста, Николай Владимирович. Добрый день, граждане поселка Коктебе. В начале своего выступления хотел бы, да, еще раз озвучить о том, что после проведения публичных слушаний все замечания, все предложения, которые поступили, или которые сегодня будут поступать, которые в устном виде будут фиксироваться, если это в писанном виде, то все это в табличной форме, с ответами, именно корректными, согласно законодательству Российской Федерации, они будут опубликованы. И каждый человек, который подавал, или гражданин, или юридическое лицо, подававшее свой вопрос, либо свои предложения, он может увидеть на них ответ. В самом начале своего доклада хотелось бы немножко сначала отметить о структуре планирования в Российской Федерации, потому что данная структура, она состоит из нескольких этапов. Самый первый этап, это идет схема территориального планирования субъекта Российской Федерации, а именно Республики Грым. Данная схема территориального планирования была утверждена в 2016 году. Вторым этапом это идет генеральные планы поселений, городских округов, районов и так далее. Поэтому при разработке генеральных планов в обязательном порядке мы, как разработчики, должны основываться на СТП Республики Крым. В случае, если какие-то вопросы связаны с СТП Республики Крым, и в котором у вас есть вопросы и есть, может быть, какие-то пожелания, в настоящий момент Министерством строительства Республики Крым объявлены изменения по внесению в СТП. Поэтому любой из вас, как от физического и юридического лица, так и от коллективного обращения, имеет право обратиться в Министерство Республики Крым с предложением по поводу внесения изменений в СТП Республики Крым. Но еще раз хочу озвучить о том, что все, что было указано в документе, утвержденном в 2016 году, мы не имеем права не отобразить в данных материалах. Третьим этапом после генерального плана – это идут правила землепользования и застройки территории. В этом документе уже отображается более расширенная информация, указываются территориальные зоны, в которых раскрываются как виды разрешенного использования конкретных земельных участков, так и их использование, этих земельных участков, начиная от отступов, коэффициентов застройки, плотности застройки и тому подобное. Что в данном документе в генеральном плане отображаются функциональные зоны. Это никак не территориальные. Тут самое главное, вот этот момент, и его немножко не сопоставлять, потому что это два разных совершенных момента. После правил землепользования идут уже проекты планировок и проекты межевания застройки. И дальше уже идет рабочая документация. Вот эта вот иерархия градостроительной документации, она действует именно на территории Российской Федерации. И поэтому хочу обратить на это внимание, чтобы вы, когда будете задавать свои вопросы или ваши предложения, чтобы вы понимали, на каком этапе находится у нас генеральный план, и какие вопросы он отображает и освещает. Да, разработка, как бы генеральный план поселка Коктебель является неотъемлемой частью всего городского округа Феодосия. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить данный документ, выслушать ваши предложения, мнения, которые, может быть, мы где-то упустили, потому что кто никак лучше знает вашу территорию, это вы именно жители. Потому что все-таки любой разработчик, он должен тесно и плотно общаться с теми гражданами, которые находятся на данной территории. Почему в законодательстве Российской Федерации и говорится, что даже на публичных слушаниях имеют право присутствовать те люди, которые относятся к данной территории, потому что больше, как никто, как они, знают свои проблемы, находящиеся на этой территории. Самое главное, еще нужно отметить, что генеральный план разрабатывается в масштабе 1 к 25 тысячам. И когда к нам поступают вопросы, касающиеся конкретного какого-то земельного участка, на самом деле могу заранее ответить, что невозможно практически отобразить в генеральном плане какое-то пожелание или какой-то вопрос на конкретный маленький какой-то земельный участок. Генеральный план отображает в себе территориальное планирование минимум на кварталы, а не на конкретные земельные участки. Поэтому если рассмотреть тот документ, который сейчас находится за нашей спиной, то мы с вами видим, что на территории поселка Коктебель у нас сформированы, получается, сформированы, самое главное, это граница населенного пункта, потому что мы с вами прекрасно знаем, что любой социальный объект имеет право находиться только в границах населенного пункта. Все, что находится за границами населенного пункта, это относится у нас к землям сельскохозяйственного назначения, которые у нас относятся по законодательству Российской Федерации к особо охраняемым природным территориям. Именно тем территориям, на которые государство уделяет особое внимание. И изменение территории сельскохозяйственного назначения под другую территорию имеет право только производить субъект Российской Федерации, а именно Совет Министров Республики Крым. Поэтому если у кого-то будут возникать в дальнейшем приблизительные такие вопросы, да, как эта процедура происходит, я, конечно же, могу вам всем осветить и рассказать. Но, еще раз повторюсь, что волевым решением руки просто взять и изменить, внести в границы населенного пункта какие-то территории, это на самом деле не так. Потому что от нас сейчас Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов, Министерство строительства требует четкие, обоснованные, объективные доказательства, на каком основании что может включаться в границы населенного пункта. И нужно просто объяснить, что это чья-то хотелка, но это как бы не совсем серьезно и некорректно. Да, поэтому любое изменение или внесение в генеральный план, оно должно быть объективным и обоснованным. Поэтому, еще раз можно сказать, что генеральный план решает несколько основных задач в соответствии с 23 статьей Городостроительного кодекса, а это положение на территориальном планировании, карту планируемого размещения объекта местного значения поселения или городского округа, да, потому что если у нас на генеральном плане не будут нанесены объекты местного значения, то потом руководство администрации городского округа не сможет просить на выделение денег или не сможет тратить деньги на финансирование каких-то объектов, которые не включены. Почему и в Республике Крым столкнулись с такой проблемой, что сейчас ПЦП-программы иногда идут быстрее планирования документации. И в данный момент в каждое поселение, в каждый городской округ сейчас вносится изменение, чтобы все объекты ПЦП были именно включены в генеральные планы для того, чтобы законодательно каждая администрация имела право финансировать тот или иной объект. Потому что у нас четкое понимание, если нет объекта, как можно производить его финансирование. Вот. Еще раз повторюсь, что следующее у нас идет карта границ населенных пунктов, в том числе и границ образуемых населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, и карта функциональных зон поселения или городского округа. Вот это, получается, те основные документы, которые у нас входят в состав генерального плана. Таким образом, генеральный план устанавливает границы населенного пункта, размещение объектов местного значения, объектов местного значения в области спорта, здравоохранения, образования, дорог местного значения и системы инженерного обеспечения местного значения. а именно основные магистрали, связанные с транспортом, газопроводом, энергоснабжением и теплоснабжением. Это не отводящие линии и периферийная разводка по улицам к мелким объектам, а это именно основные магистрали и основная трассировка, как существующая, так и планируемая. Устанавливают функциональные зоны, то есть функциональные зоны использования территории. Это не говорит о том, что эта зона будет устанавливать вид разрешенного использования. Это зона, которая должна определять определенные функции. Впоследствии, когда будет разрабатываться проект землепользования и застройки поселка Коктебель, каждая эта функция будет делиться на территории, именно на территориальные зоны, на подзоны, и каждой этой территории, либо подзоны, уже будет прописываться тот функционал использования земли, который будет необходим. Это будет следующий этап. Не сегодня мы его обсуждаем, а это будет уже следующий этап, следующий документ территориального планирования. На протяжении разработки данного генерального плана в наш адрес поступало очень много обращений, как от физических лиц, юридических лиц, так и от государственных органов, как республиканских, так и федеральных, потому что согласование генерального плана осуществляется в несколько стадиях. Первая стадия – это происходит согласование с Министерством экономического развития Российской Федерации. После утверждения Министерством экономического развития в том, что мы, как разработчики, утвердили и нанесли все объекты, которые были отнесены в СТП Республики Крым, и планируемых объектах, то, что планируют федеральные органы, после их согласования происходит согласование уже с региональным министерством, со всеми восьми нашими основными подразделениями. И уже после внесения тех мнений, как видит себя республика по развитию данного региона, уже более такой детальный проработанный материал уже доводится до населения. И вот на протяжении всего этого момента, получая замечания от региональных, федеральных ведомств, от граждан, да, в основном сейчас идет работа по уже определенному материалу его доведения до совершенства, чтобы понять ваши пожелания и ваши высказывания, и привести их в соответствие. Поэтому, исходя из вышеизложенного, да, могу сказать, что на данном документе отображены и детализированы в положении объектов, которые были определены по федерально-целевым программам, утверждена схема территориального планирования Республики Крым и иным действующим программой на данный момент и законами. Безусловно, у вас возникает, скорее всего, много вопросов по поводу объектов, которые отображены в СТБ, да, это такие, как у нас морской комплекс, и таких вопросов у нас возникало очень много. В настоящий момент, да, как я еще раз говорил, что вы можете обратиться посредством, как бы, в администрацию и совместно с администрацией выйти с предложением о рассмотрении, о необходимости морского терминала на территории поселка КТБ, да, и уже федеральные органы с республиканскими будут рассматривать и определяться, оставлять это, как у нас в 16-м году было утверждено в СТБ Республики Крым, либо вносить изменения. В части функционального зонирования, если посмотреть, то в КТБЛе выделены следующие зоны. Это зона застройки индивидуальной с жилыми домами, зона застройки малоэтажными, блокированной именно квартирными жилыми домами, и зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами. В основном, вся функциональная зона по жилью составляет более 95% территории данного поселка. На северо-западной части предусмотрена территория многоэтажной жилой застройки. В настоящее время вместе с вами мы обсуждаем вопрос о его изменении на среднеэтажную в целом для того, чтобы возможно рассмотреть о многоэтажном строительстве в вашем поселке. Ну, я предлагаю, я сначала проведу свой доклад, уже потом конкретно буду отвечать. Мы договорились. После того, как докладчик закончит доклад, поднятием руки определяетесь, что вы хотите сказать. Просьба, давайте в виде эскизи. Уважаемые граждане, я попрошу, что я буду говорить, когда в зале будет тишина. Если будет в зале данное мероприятие, понятно, что никто говорить не будет. Мужчину, можно я скажу? Вы не перебиваете. Я не перебиваю, вас просят люди. Отвечайте, пожалуйста. Можно я отвечу. Вы не даете мне даже сказать слово. Давайте все-таки регламент принят, обозначен докладчик, завершает доклад, затем, если показывает на карте, на схеме и отвечает на те вопросы, которые вы зададите. Еще раз подчеркиваю, ведите себя, пожалуйста, корректно поднятие руки только после доклада. Доклад закончен? Доклад закончен? Ну докладчик, вы закончили доклад? Нет, не закончен. Вы зададите люди, которые собрались с вами. Ну соблюдайте регламент тогда, вы же сами объявили. Соблюдайте регламент. Значит время вышло, доклад закончен. Я поднимаю руку. Пожалуйста. Доклад не закончен. Дайте разработчику закончить доклад. Николай Владимирович, я прошу, закончить доклад. Если я говорю о регламенте, то мы ему давали 15 минут. 15 минут еще не говорили. В данном генеральном плане установлены зоны объектов образования, здравоохранения, спорта, в которых размещены объекты капитального строительства, проектируемые, существующие и реконструируемые. Так, при этом предлагается новая строительство четырех объектов образования, трех спортивных площадок. Поступило предложение от граждан активно по размещению еще одной, и это предложение будет учтено. Будет рассмотрено дополнение дополнительной площадки на генеральном плане. Установлена функция зоны объектов оздоровительного назначения и туризма, которая включает в себя территорию с видом разрешенной использованием отдыха и реакции. Спорт, природно-познавательный туризм и туристическое обслуживание. А также на генеральном плане подтверждены зоны архитектурно-планировочная зона в соответствии с 750-м постановлением Совета Министров Республики Крым. В случае ее корректировки, как вы хотите, и к нам обращаетесь с вашими пожеланиями, то в связи с тем, что данная архитектурно-планировочная зона утверждена постановлением Совета Министров, то мы, как разработчики генерального плана, не вправе ее изменить. Ее изменить можно также постановлением только Совета Министров. Поэтому необходимо подготовить коллективное обращение на изменение архитектурно-планировочной зоны и ее направить в Совет Министров Республики Крым. Потому что у нас полномочий таких нет. Отображены в соответствии с законодательством и ограничением использованы территории в особо охраняемых природных территориях, санитарно-защитные зоны, водоохранные, прибрежно-защитные полосы, береговые полосы, защитные зоны объектов культурного наследия и иные ограничения по использованию территории. Что касается развития инженерной инфраструктуры, то в проекте генерального плана учтены предложения, замечания Министерства и ведовств, орган местного самоправления и органов Российской Федерации в соответствии с их программой развития и иной информацией, которая к нам поступала. Если что касается инженерной инфраструктуры, которая дополнительная информация есть у вас и она корректна, то вы можете ее предоставить в администрацию городского округа Феодосии, которая будет передана нам, и мы обязательно ее учтем в своей работе. Что касается зеленых насаждений, к примеру, внутренней части площадью 10 соток, мы не можем ее отобразить на генеральном плане, потому что очень много у вас есть обращений, что мы где-то не учли участки зеленых каких-то парковых островков площадью от 5 до 10 соток. Генеральный план, он не рассматривает такие минимальные территории, это уже идет к документам территориального планирования в следующем уровне, таким, как правило, землепользование и застройки территории. По культурному наследию все материалы, которые сейчас, в настоящий момент, есть на учете у комитета, у министерства и у администрации городского поселения, были учтены в данном проекте генерального плана. Все, что касалось по вашим замечаниям, что на территории прибрежной зоны Капдебеля появились у нас дополнительные гмуны, ну, я не знаю, вы, наверное, могли увидеть, что на данном документе где-то нету, это была техническая ошибка по поводу указания берегу укрепительных работ, которые указаны в СТП Республики Крым. И на данном документе, который находится у нас за спиной, мы прекрасно видим, что этих гмун, их сейчас по факту нет, потому что это была обычная техническая ошибка. Ну, и, конечно же, в заключении хочу сказать, что без данного документа дальнейшее, как бы, развитие самого поселка, оно невозможно. Данный документ нужно, его, именно документ я имею в виду как генеральный план, его нужно необходимо принять и доработать, для чего мы с вами здесь исправились. Давайте, 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 еще раз я прошу, доклад закончил сейчас. Теперь предложение такое, мы даем слово секретарю публичных слушаний, она озвучивает те замечания, которые в письменном виде поступили в оргкомитет, и после этого мы переходим к обсуждению, уже с зала задаем вопросы, если они будут, потому что вы на многие сразу же получите ответы. Наверное, так будет правильнее. Виктория Ивановна, пожалуйста. Ну, я, наверное, тогда буду зачитывать фамилию заявителя и уже решение проектировщика, учтен, не учтен, учтено или не учено дать данное замечание или предложить. Что? Мы говорим о тех, кто походал, уже замечание. Изотов. Ну, я буду называть, извините, не имя, отчество, а инициалы, потому что это и займет время. Изотов ВА. Заявление, заявление принято и участок отображен в зоне ИЖС. Мирниченко, АА, об учете земельного участка в зоне делового общественного коммерческого назначения. Изменения внесены. Норбеков, об учете участка в зоне ИЖС. Что? Норбеков и АА. Заявления были гражданам об учете земельного участка, кадастровый номер. Кадастровый номер, я могу вам сказать. Если мы сейчас будем поднимать каждое заявление, у меня это просто сведено в таблицу. Хорошо. Уважаемые катабельцы, прошу еще раз вспомнить регламент. Сейчас говорят, какие заявления. Присядьте, пожалуйста. Вопросов мы еще не перешли. Каждое слово, каждое поднятие вопроса, каждый подход это только затягивает время. Вы понимаете, что выступление не по регламенту. Будет время потом подать и вы объявите. Мы говорим о тех заявлениях, которые в письменном виде приходили и сейчас уже отработаны. Единственное, давайте это пройдем. От того, что вы сейчас поднимаете вопрос, вы только задерживаете время, мы бы давно это проговорили и все. Поэтому просьба, пять минут, пять минут выбрать. Пусть нам расскажут просто о плане. Да, что у нас вошли еще? Расскажите, где многоэтажная застройка, где парковая зона. Сейчас это все будет, мы ответим на вопросы, которые подали. Пять минут по регламенту. Придержимся регламента. Присядьте, пожалуйста. Это нарушение порядка. Установленная регламента, пожалуйста. Я еще раз призываю к порядку. Поэтому давайте зачитаем те, которые отработаны замечания. Есть уже эта запись в протоколе, поэтому секретарь зачитывает протокольные уже данные, которые отработаны. Затем переходим уже к вопросам. Есть таблица этих замечаний, она отработана. Пожалуйста, Виталий. 60 на данный момент. Есть 60 заявлений от граждан и есть одно большое заявление от гражданского актива, в нем тоже 60 пунктов. На эти заявления и на обращение гражданского актива, по большому счету, информация есть. Но не знаю, стоит ли ее в рамках публичных слушай озвучивать, или же она будет опубликована на сайте с фамилиями и с результатом, так скажем, рассмотрения. Я считаю, что нужно заслушать, потому что если мы сейчас будем повторно давать слово, каждый будет задавать тот же самый вопрос. Понимаете? Дайте задать слово. Не нужно заслушивать. Мы, мы, но вы же будете повторять то, что уже есть. Давайте, наверное, все-таки потеряем время, заслушаем, и потом уже будет понятно, о чем говорить, и о чем уже не нужно будет говорить. Наверное, это будет правильнее. Я думаю, что мы можем провести сами еще раз обсуждение генерального плана. Значит, я призываю к порядку. Вы слово не получали. Пожалуйста, прекратите говорить. Может быть, мы вам не учли здесь, мы сами все решили. Значит, мы дадим каждому слово. Давайте, давайте все-таки соблюдать рекламу. Вы соблюдаете рекламу. Вы рассказываете, расскажите о нем. Ну, давайте разработчик еще добавит и покажет, что. Что добавит? Он оказался. Пожалуйста, расскажите о том, что застройки. Если у нас дома. Отдай туалет. Что же надо? Не подог. Уважаемые жители Коктепелева, если мы с вами сейчас откроем сканодальство по поводу публичных слушаний, то орган местного самоуправления необходимо было разместить проект генерального плана на своем сайте, разместить в доступных местах, согласно устава, для того, чтобы все жители могли, и заинтересованные лица могли ознакомиться с ним и подготовить свои вопросы. Сам процесс публичных слушаний проводится, и общественных обсуждений тоже проводится, для того, чтобы услышать от вас ваши вопросы и ваши предложения. Поэтому я предлагаю, согласно законодательству, каждый, кто хочет задать вопрос или свое предложение, он встает, называет себя по имени-отчеству, для того, чтобы можно было занести его в протокол введения публичных слушаний и задает свой конкретный вопрос, либо предложение по генеральному плану, с которым вы могли ознакомиться в течение длительного периода. Секундочку, я не закончил. Проводить ликбез по поводу данного документа и рассказывать и перечитывать все страницы данного документа, сейчас времени у нас физически с вами нет. Поэтому давайте я предлагаю ввести нашу процедуру согласно законодательству Российской Федерации. А также, если мы с вами читаем закон о проведении публичных слушаний, в случае, если кто-то из граждан начинает нарушать порядок, потому что это у нас с вами публичное мероприятие, то председательствующий, имея с помощью органов полиции, попросить выйти данного человека. Поэтому каждый встает, называет свое имя и отчество, завозь протокол и предложение. Я еще раз повторяю, давайте мы все-таки заслушаем коротко информацию по тем предложениям, которые уже есть, или будем сразу с зала опять повторять то же самое. Отойдите, женщина, отойдите от президиума, пожалуйста. Слово вам никто не давал. Поднятием руки будем представлять слово. Я еще раз предлагаю, все-таки зачитать. Не надо. Не надо. Ну хорошо. Давайте тогда уже с зала. Кто поднимает руку, пожалуйста, вот, пожалуйста, называйте фамилию, представляете. Микрофон поднесите, пожалуйста. Пусть она прошифровывает. Что, 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 что. Микрофон возьмите, представьте, давайте все-таки ввести. Публичное слушание, как полно. Микрофон Федор, пускай она расшифровывает каждый вопрос, который... А это кто? Что запросили? Ну, извините, секретарь. Вот, например... Виктория Ивановна Ивановна. Изодов. Какой-то вопрос, она его озвучила, чтобы второй раз не повторяли этот вопрос. Но она просто говорит такой вопрос, но она его не расшифровывает. Так не нужно сделать. Сейчас. А нам можно. В таблице сведены эти все заявления по кадастровым номерам. Если вы помните свои кадастровые... Ну, а что? Уважаемые граждане, все заявления, которые вы подали в администрацию, да, которые отображены у нас сейчас в табличной форме, будут вывешены на официальном сайте администрации. И вы каждый сможете посмотреть на то решение и на основании чего было принято данное решение. Поэтому, если вы подавали уже письменно свои заявления и предложения, просьба, наверное, их не повторять, чтобы мы не дублировали. Если есть новые предложения и вопросы, то, пожалуйста, мы готовы их выслушать. Пожалуйста. Вот рука женщина. А, нет, он мужчина. Представляйтесь, пожалуйста. Председатель организации возрождение культуры поселка Коктимиль, наш коллег Слав Федорович. У меня к вам первый вопрос. Ответьте, пожалуйста. Если нет задания, как разрабатывался этот план? Задания нет. Техническое задание является не объявленным приложением к договору по разработке генерального плана. Это техническое. У него нет задания. Задания на разработку генерального плана есть. И второй вопрос. Кто является заказчиком этого генерального плана? Администрация городского округа Феодосия. Где это отображено? В каких-то выборах? В контракте между подрядчиком и заказчиком. Контракт между подрядчиком. А вы спросили общественность. Вы побеседовали перед этим? Они являются основными заказчиками. Вопрос несущественный. Очень существенный. У нас администрация города Феодосия является ГРБСником и выступает заказчиком бюджетных денег. Не может общественность выступить по бюджетным деньгам муниципального образования. Спасибо за вопрос. Поднимайте руки. Женщина вот поднимала, вот и пошел. Где еще? За вами уже поднимали. Уже микрофон в руках. Алия Николаевна Валентиновна. Пожалуйста. Алия Николаевна Валентиновна. Я хочу обратиться к присутствующим. Пускай Виктория Ивановна зачитает список. Мы сидим с повторными заявлениями. Если сейчас. Ну, прозвучат кетоним. И все знают, кто подавал заявление. Ну, не будет такого же, а даже второй раз. Я об этом же. Пожалуйста. Пусть зачитает до конца список. Вот он и заявление. Спасибо. Давайте. Если предложение принимается, то даем Викторию Ивановне слово. Она зачитывает суть вопроса. Называет кадастровый номер. Есть таковой и есть. И отвечает. И к КП имеется там ответ на каждый заданный вопрос. Устраивает? Нет. Рукавишников ВВ. Изменения в части участка. Я буду называть только последние кадастровые номера после последнего двоисточия. Потому что 90-24, еще 8 номеров это долго. Рукавишников ВВ по земельному участку 78-77 об изменении вида разрешенного использования. Изменения будут снесены. Изотов ВА. Земельный участок 89 в зоне ИЖС. Указан в этой зоне, отмечен, расположен. ИП Мельниченко АА. Земельный участок кадастровый номер 98. Внесены изменения. Норвегов ИА. Земельный участок 12-36. С вида разрешенного использования ИЖС отнести к землям населенного пункта и к жилой застройке. Внесены изменения. О. Александрин. Земельный участок 11-39. Ну я, может быть, просто сразу буду говорить. Изменения внесены. Газиев М. ИП Газиев М. Изменения внесены. По земельному участку 18-83. Грещак МВ. Земельный участок 10-49. Изменения не внесены, потому что отсутствует информация по границам... Отсутствует информация о публичной карте. Сорокино НВР. Земельный участок 116-112-118-748. Данный участок учтен в материалах и генерального плана функциональной зоне индивидуальной жилой застройки. Говаль И.М. Земельный участок 119. Отсутствуют данные по месту расположения на публичной кадастровой карте. Нельзя определить, где находится. И.П. Нистерова И.А. Участок 92... Кадастровые номера 92 и 153. Изменения внесены. Раков В.А. Изменения внесены. Участок 262. Левашова... Вот так, это, извините, это береговое... Фирма «Сателлин». ООО «Фирма «Сателлин». Земельный участок 439. Изменения внесены. Алисон. Участок 227. Изменения внесены. ООО «Дельфинарии». Участок 1934. Изменения внесены. Алисон. И.П. Шамылина. И.А. Участок 1570. Изменения внесены. Удьмин. А.Б. Отсутствуют данные, а есть расположение на кадастровой карте. Петров А.А. 278. Кадастровый номер. Отсутствуют данные в кадастровой карте. Яньшина. Яньшина. Н.П. Отображение в генеральном плане продолжения улицы Приморской. Внесения изменены. 60 человек обратилось. Давайте так. Уже устали слушать или что? Да. Посмотрите, расскажи мне. Посмотрите. На тех обращениях, которые уже зашли. То есть, вы читаете их на сайте. И получаете сам ответ. Те люди, которые хотят или не писали обращения письменные, и хотят задать сейчас вопрос или подать письменное обращение, кем предоставляют слово. Так? Да. По одному. Давайте микрофон. Вот первая рука пошла. Давайте женщине микрофон. Я вопрос конкретно. Нет, нет, нет. Сразу представляемся. Ирина Николаевна. По мальтийскому. Фамилия, имя, лоди. Ирина Николаевна. По мальтийскому пляжу. Значит, смотрите. Мальтийский пляж у десантников до грехона. Микрофон говорит. Мальтийский пляж у десантников до грехона. Он весь отдается под стоянку, я. То есть там пляж будет или нет? Нет. А спасательный пляж? Если вы разработчик, вы можете ответить. Вообще там памятник одному еще остался, Эликтор Лисович. Вы сейчас говорите вот про эту зону, правильно? Нет. Сейчас речь же идет про эту часть. Сейчас она отмечена как одна функциональная зона, правильно? Которая будет задавать темп ее развития. Вы конкретно говорите о том, будет ли пляж там или не будет. Вот еще раз хочу повториться, в чем разница между правилами землепользования и генеральным планом. Если сейчас у нас в генеральном плане задам темп развития данной территории именно по этому функционалу, то при разработке правил землепользования следующий этап уже администрация городского окра будет утверждать, что необходимо создать пляжную зону, которая будет таким-то размером, будет отбиваться проезжей частью, либо пешеходной зоной. Это в генеральном плане сейчас не отображается. Еще раз хочу, чтобы вы потом послушали. Вы, я извиняюсь, вы невнимательно слушали, что это следующий этап генерального плана, который тоже будет вынесен на публичное слушание, и с вами это будет обсуждаться. Сейчас Николай Владимирович подготовится, ответит на этот вопрос до конца, и дадим слово следующему участнику. Ну, давай, по пляжу. По пляжу давай. Ну, если по пляжу давайте, микрофон вам подносят, пожалуйста. По поводу пляжных зон. Данильченко, Михаил Михайлович, житель Кальпибеля. По пляжным зонам мы спрашивали у субподрядчика Дуда Виктора. Он приезжал с нами, предварительно общался. Он сказал, без проблем пляжные зоны на гербан нанести возможно. Так как это наносится на других регионах. Это возможно нанести пляжные зоны? Отвечаю, что это да, это возможно, потому что ваш вопрос уже... Вот это для нас, понимаете, это мы живем у моря, пляжные зоны и пляжи. Это должно быть первоочередное нанесено, где показаны, где пляжи у нас будут. Вот, ваш вопрос, он был. И вот в этой вот таблице, которая озвучена... Вот видите, сейчас мы опять возвращаемся к тому, что сейчас будут задаваться вопросы, на которые уже есть ответы. То, чтобы было коллективное обращение именно нанести и отдельную функциональную зону... Я еще раз подчеркиваю, или мы с вами дочитываем эту таблицу и отвечаем на все заданные вопросы, или вы их просто не задаете, если они уже поступили сюда, все присоединяются. Я предлагаю данный вопрос по поводу отображения пляжной зоны, как отдельной единице функционального зонирования по генплану Коктебеля, его внести, и это занести в протокол. Все хорошо, вычтем. Дополнительно вносим протокол. Девушка, вы второй раз уже поднимаете руку? Дайте микрофон. Я еще раз призываю формировать свое предложение, один раз под ним поднятием руки высказать свою мысль. У меня есть предложение, у меня вопрос. Долгова Елена, житель Коктебеля. У меня вопрос такой, я не совсем... Смотри, а у вас ображаю. Скажите, а что такое укрепляющие гоны? Для моего понимания это значит... Не укрепляющие гоны, а это как бы отмечается зона, где будут производиться берегоукрепительные работы. Согласны? В чем они заключаются? Смотрите, берегоукрепительные работы, это могут быть различные инженерно-технические мероприятия, как создание новых пирсов, как создание подкорных стенок. Но в настоящий момент, что там будет конкретно, ни мы, ни руководство городского округа не знаем. Потому что... Секундочку, секундочку, секундочку. Можно я бы скажу? Потому что согласно СТП Республики Крым, что в Коктебеле необходимо произвести берегоукрепительные работы. В связи с берегоукрепительными работами. Еще раз, вы дослушайте меня до конца. Берегоукрепительными работами. Какими методами это будет делаться? Будут делаться подборные стены, будут делаться пирсы, или что-то еще? Это необходимо, можно будет сказать, после определенных инженерных изысканий. В данный момент ответить на ваш вопрос не сможет никто. И разработки проектной документации, в том числе рабочей и смертной. Следующая рука вот поднимается. Вот держите газету. Мужчина держит. Пожалуйста, дайте микрофон. Уже стоят люди, которым дали микрофон. Давайте, я вижу вас. Следующим вы и делаем. Добрый день. Меня зовут Мома Вячеслава Владимировича. Меня зовут Мома Вячеслава Владимировича. Я являюсь председателем общества рыболов-спортсменов города. Мы, я у вас веду немного курсов. Наше общество основано в 68-м году. Есть полная документация того, что мы есть на плаву. Значит, нами была произведена огромная работа по берегу укреплению. Проложена дорога вниз на нижние трассы. Произведено озеленение всего склона. И, тем не менее, вы о нас забыли, ничего не спросили. Нарисовали там морской терминал. Нас выделили в товарно-инженерно-транспортную зону. Девушка первая сейчас. Мы хотели просто... Вот, подали. Они все здесь. Нас 94 члены общества. Вот, мы подали... Ну, не коллективную. Коллективную я подавал до 15-го числа. Вот. А сейчас мы подали... Вот, каждый здесь есть. Мы просто хотели, чтобы быстрее было. Вот они сейчас здесь у меня. Значит, я вам зачитаю. Предварительная документация генерального плана городского города для ДОСИ предложена для реализации морской яхтенный порт, который должен был размещен на территории поселка рядом с российским комплексом Белый Грибой. Очевидно, места для размещения такого порта там нет. Если он будет там строиться, то неизбежно, отрицательно повлияет на все объекты, которые там уже размещены. Это эминги общества рыболового, спортсменов города и жилые строения жителей по улице Набережная, а также комплекс Белый Грибой. Это существенно затруднит функциональные функционированные объекты в этой инфраструктуре, либо неизбежно приведет к их сносу. Эта зона жизни и отдыха жителей поселка сложилась за многие десятилетия, и на сегодняшний день все здания и строения узаконены в соответствии с действующим законодательством РФ. Выбор места размещения яхтенного порта сделан крайне неудачно. Очевидно, в таких условиях для размещения яхтенного порта указанного вместе с ученым требуемого законодательства нет. Требования к проектированию, размещению и строительству яхтенных портов изложены в Национальном стандарте РФ инфраструктуры маломерного флота. Яхтенные порты ВОЗ Р-57-618-2-2017. В указанном стандарте изложены все ухи... Я извиняюсь, материал передавайте в секретаря, вносим протокол и дальше отвечаем вам на эти вопросы. Вячеслав Владимирович, я хочу... Я хочу попросить вас после данного мероприятия остаться, потому что есть определенные проблемы, информация о ваших строениях сейчас в Росреестре отсутствует, поэтому необходимо, чтобы мы с вами могли сформировать необходимые документы, которые вы нам предоставите, для того, чтобы мы рассмотрели ваш вопрос и его учли. Но это только... Три комиссии проходили сейчас.